МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Создание благоприятной инфраструктуры для успешной работы предпринимателей нового поколения. Она включает в себя ряд объектов, связанных между собой. Красноярский региональный бизнес-инкубатор, Красноярский технопарк, офисные лабораторные помещения и промышленные парки. В основе инфраструктуры Красноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор. Именно здесь стартаперы получают всю необходимую образовательную и техническую базу для продвижения своего проекта. Инновационные предприниматели получают высококачественные консультации по продвижению инновационных проектов, потому что это не просто анализ рынка города Красноярска, это анализ мирового рынка, анализ того, чтобы их разработка не конкурировала уже с какой-то внедряемой ведением бизнеса и так далее. Сегодняшние результаты говорят о его необходимости и эффективной работе. Президентами бизнес-инкубатора стали 87 компаний. За время работы этих предприятий привлечено более 300 миллионов рублей частных инвестиций. Специалисты отмечают отдельные отрасли, в которых, по их словам, наши ноу-хау впереди планеты всей и пользуются спросом. Например, созданный беспилотный летательный аппарат гражданского назначения сегодня проводит аэрофотосъемку лесов, мониторинг открытых горных работ. Ряд проектов уже запустились, то есть начинаются продажи. Ряд проектов, порядка 20 проектов уже находятся в стадии расширения. Что означает стадия расширения? Это означает, что их инновационно-технологический продукт начинает реализовываться уже в достаточно серьезном масштабе. То есть это не миллионы, не два, а не три. Это гораздо большая сумма. Важными звеньями инновационной цепочки станут красноярские техно и промышленные парки. Последний, кстати, получил в этом году федеральную поддержку. На его строительство было привлечено более 300 миллионов рублей за счет средств Минэкономразвития России. Кроме того, у нас дополнительные мероприятия по развитию Железногорского инновационного кластера. В этом году у нас создается, а в следующем году запустится, и мы в программе будем поддерживать инжиниринговый центр в космической отрасли по современным композитным материалам и в Красноярске инжиниринговый центр на базе Кридби в области приборостроения и машиностроения. В целом инновации в нашем крае в таких объемах финансируются впервые. В текущем году государственную поддержку в виде субсидий получили 35 краевых инновационных компаний на сумму порядка 115 миллионов рублей. В 2014 году программа прекращает свое действие, но ей на смену придет подпрограмма развития инновационной деятельности на территории Красноярского края на 2014-2016 годы. Ольга Ванессова, Александр Ольхов, Новости.